Мы постоянно слышим фразу «мода циклична» и понимаем, что то, что мы на сегодня считаем безумно старым, совсем скоро станет популярным и наберет новые обороты. А все потому, что в мире происходят различные события и экологического, и экономического, и политического характера. Все это влияет на данный модный цикл, привнося новое, свежее, и таким образом, пусть мода и повторяется, но каждый раз отражается как-то по-новому. Всем привет! С вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и сегодня я постараюсь кратко, но подробно рассказать вам о главных трендах на осень-зиму 2022-2023. И снова хочу оговорить заранее один нюанс. Видео не является инструкцией для обязательного использования. Ходите в том, в чем вам комфортно, носите то, что вам нравится. Я же просто акцентирую внимание на том, что на данный момент является более актуальным. И начну, пожалуй, с того, что в моду снова возвращается женственность. Все эти пижамы, свободного кроя одежды уходят на второй план. Во времена пандемии, когда все мы сидели дома, такой комфортный стиль был. Но дизайнеры, наконец-то, предлагают вернуться к жизни, вспомнить о своей женственности. Лично мне импонировал свободный стиль, но в одно время слишком много стало этих худи, джогеров, бесформенных платьев. Худи и футболки стали делать абсолютно все местные дизайнеры и, конечно же, блогеры. По всему городу все-все ходили в спортивных костюмах и изредка эти костюмы хоть чем-то отличались. Наконец-то женственность возвращается, вместе с ней появляется выбор, как выглядеть. Это могут быть приталенные силуэты в пиджачных изделиях. Также популярными становятся приталенное пальто мидии и макси. Женственность подчеркнет еще и эффектный трикотаж. Дизайнеры представили необычные, очень элегантные трикотажные образы, которые подчеркивают фигуру, а выбор дает возможность подчеркнуть свою индивидуальность. И, наконец-то, слово «трикотаж» не ассоциируется со спортивными костюмами. Безусловно, женственность подчеркивают аксессуары. Актуальными остаются длинные перчатки и платки на шею. Безусловно, твидовые изделия подчеркивают женственность, делают образ элегантным и дорогим. Актуальными будут не только костюмы из этой ткани, но и отдельно пиджаки и юбки в сочетании с другими фактурами. Твид отлично сочетается с шелком, денимом и кожей. Корсеты продолжают держать высокие позиции. На сегодняшний день корсеты не такие жесткие, какими были их самые первые модели. Сегодня корсеты изготавливаются из абсолютно разных материалов, разной длины и формы, и имеют огромное разнообразие застежек. Это и кнопки, и пуговицы, и молнии, и, конечно же, классика просто штуровка. Если летом корсеты носили как топы, то осенью их можно надеть под пиджак. Все зависит от фасона, либо поверх платьев, рубашек, а, возможно, и пиджаков. На подиумах были представлены юбки, больше напоминающие широкий пояс, но так или иначе, если вы обладательница прекрасной фигуры и достаточно раскрепощены, то почему бы и нет? Полупрозрачные ткани и вырезы. Эффектные вырезы на платьях, верхней одежде, топах и брюках появляются в самых неожиданных трансформациях. Часто подобные вещи сочетаются еще с одним не менее актуальным трендом, как асимметрия. В таком виде осенне-зимняя одежда выглядит невероятно стильно и оригинально. Еще один соблазнительный тренд, знакомый нам еще с очень давних времен, это прозрачность. Изящное полупрозрачное платье, блузы и юбки помогут выглядеть максимально женственно и интересно. Такие полупрозрачные платья легко можно сочетать с корсетами, о которых я уже вам рассказывала. В прошлом сезоне в моду вновь вернулись жилеты и, похоже, будущее осенью он не собирается сдавать своих позиций. Эффектные модели дизайнеры предлагают носить поверх рубашки, топа или даже просто надев на голое тело. При этом жилеты могут быть самыми разнообразными из-за меха, кожи, стеганые, вязаные. Дизайнеры продолжают нам предлагать шубы из искусственного меха. На этот раз максимально объемные и максимально длинные. В обуви обратите внимание на очень-очень длинные ботинки, те, что окутывают все ноги и уходят прямо под юбку. Цветовая палитра достаточно разнообразна, но я предлагаю обратить внимание на следующие цвета. Оливковый, кирпичный, кремовый, сливочный, розовый, сиреневый, желтый, зеленый, голубой и коричневый. Особенно выделятся в новом сезоне яркие цвета в модных пальто. Цветное пальто станет настоящим осенне-зимним мастхевом женской верхней одежды. Преобладающим принтом стала клетка в разных исполнениях. Это может быть ромбовидный принт, черно-белая шахматная клетка или привычная уже нам всем гусиная лапка. Новую волну популярности переживает леопардовый принт, поэтому можно смело доставать свое леопардовое платье или пальто и быть в центре внимания. Мода всегда преподносится слегка гиперболизированно, поэтому фэшн-показы и новая коллекция дизайнеров нужно научиться воспринимать, читая между строк, определяя для себя главное направление и тенденции. И хотя пандемия внесла значительные коррективы в жизнь современных дам, как показала практика, выглядеть интересно, стильно, привлекательно желает каждая леди. Понимая это, дизайнеры сказали нет изоляции, выражая свой протест в ярких, интересных, неординарных фасонах одежды не только для весенне-летнего периода, но и в сезоне осень-зима. На этом мой видеообзор подходит к концу, всем желаю прекрасного настроения и пока-пока!